Автоматика. Встал на платформу, вода полилась. Сошел, отключилась. Такая система в душевых бани на Милютина работает не первый год. Но раньше автоматическим был только один душ. В этом сезоне пополнение. Однако лишние затраты на самом деле экономия. Мы на этом экономим энергоресурсы. Воду, в чем существенно? 30 кубов в день. А там регуляторы давления стоят специально. То есть, если напор не очень такой высокий, подкручивается. Стараемся, чтобы и воды сэкономить. И жалоб не было. Череповчане знают толк в бане. Требования предъявляют серьезные. Если 100 градусов на градуснике, еще могут сказать, да у вас сегодня холодно. Поэтому любят парольчик, чтобы 110 побольше так это зашкаливало. Парилка сердца бани. Работает оно на износ. За год древесина чернеет, камни трескаются. Именно поэтому ремонт в парилке проводят каждый год. Раньше вот эти камни набирали бесплатно в строительных карьерах. Сейчас все за деньги. Этим летом на обе бани закупили 10 тонн камней по 500 рублей за кубометр. Однако из-за высоких температур камни приходится менять дважды в год. Иначе пар будет не тот, а за этим в банях следят. В этом году обновили и газовое оборудование. Также привели в порядок фойе и фасады в женском отделении. Заменили скамейки и установили такие же, как год назад мужском. От череповецкого производителя. Не гранит, но очень прочные, говорят сотрудники. В этом году мы полностью закончили ремонтные работы по внутренним помещениям. На следующий год мы будем планировать также ремонтные работы и заниматься уже коммуникациями и улучшением условий пребывания. Хотя и сейчас от клиентов отбоя нет. В сутки баню на Милютино посещают до 500 человек. Кстати, не только помыться да попариться. Клиентам предлагают и доп. услуги. К примеру, гидромассажная кровать. Я так понимаю, что программа именно модернизации в бане не приостанавливается. Будет продолжаться. То есть и планы по приведению, скажем так, банопрощенного хозяйства в целом в соответствии с установленными требованиями на сегодняшний день. Конечно. В баню на транспортной комиссии не пошла. Сегодня она работает в обычном режиме. Однако к предстоящему сезону там тоже сделали большой ремонт. Привели в порядок обе парилки, фойе, благоустроили территорию. На все это потратили 670 тысяч рублей. Два с лишним миллиона рублей на ремонт. Обе бани заработали самостоятельно. Причем цену билета в течение года не повышали. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости.